Что, девочки, всем привет! Начинаю записывать новый влог. Вот, я сейчас собираюсь уже за ребёнком в школу. Вот, пришла, сделала небольшую уборочку, выпила неспешно кофе, сделала свои ритуалы красоты, дневник самопрограммирования, помедитировала. В общем, всё то, что я не успела сделать рано утром. Вот, я вчера наелась рыбы прям максимально. Сегодня меня спасают только патчи, потому что я максимально отекла с утра. Кошмар, не делайте так, как я, потому что я съела максимальное количество рыбки, закусила это сыром с улунгуни, и результат налицо. Ужас. Ладно, зато было вкусно в моменте. Сейчас буду красить ресницы, собираться за сыном в школу. Ещё нужно зайти в Аврору, нужно зайти в АТБ, и нужно зайти за печенью мясной, купить печёнку. В общем, такое домашнее хлопот. И тут у меня уже на заднем фоне убирается мой помощник. После выходных сейчас запущу мойку полов. Вот. Ну, в принципе, сегодня такой более-менее релаксовый день. Насчёт прямого эфира, наверное, всё-таки будет он завтра, во вторник. Ну, посмотрим, как будет получаться. Дачный понедельник. Ну что, девочки, мы уже приехали с дачи, собрала цветочки, поставила их в вазочку возле тумбочки. Так красиво теперь это всё дело у меня выглядит. Осенние цветы. Кстати, девочки, очень хорошая цена ВТБ на сёмгу. 160 гривен. На бутерброды идеально. Вот. Также зашла, купила такие вкусняшки. И у сына сегодня было свято. И дали вот такие вот нырмеладушки. Так, девочки, у меня тут готовится завтрак в час дня. К сожалению, раньше я сейчас не успела. Такие вот овощи для не ешь, не жарю. Лучо, кстати, пахнет вкусно. Вот. Сейчас буду добавлять яйцо. Вот. И рыбку. Также рыбку будет у меня. И хлебцы, наверное. Ну что, девочки, распаковка Алишки. Заказала я вот такие вот штучки, ходунки. Честно говоря, их можно уже и сейчас носить. Они были вот с такими штуками для того, чтобы форму держать. Я их называю ходунки. Кто помнит, у меня есть такие коричневые. Вот. Я их, честно говоря, таскала и в хвост и гриву зимой. Очень классно. Вот. Ну, такие, знаете, те у меня на высокой платформе, эти на обычные. Вот. Ну, не знаю. Посмотрим. По размеру сели идеально. Под костюмы, под курточку. В общем, думаю, будет хорошо в школу гонять. Так, дальше. Заслала в Рору. Купила сыну ручки, потому что он их, наверное, ест. Как в школу не придет, так все. Ручек нет. Вот. Очень удобная и хорошая цена. Всего лишь 42 гривны. У кого детки, берите на заметку. И покупка самой странной обуви в моей жизни, наверное. Что цвет, что каблук. Но. Но. Девочки. Я влюбилась. Я не знаю, куда их еще буду носить. Я не придумала пока что. Но они безумно удобные, потому что классный каблук. Они были на скидке. Я их взяла. Но они были одни, поэтому. Поэтому как-то так. Мне кажется, хорошие. Необычные, как минимум, такие сапожки и шапокляк. Но острый носок сейчас в тренде. Поэтому придумаю какой-то образ. Может быть, это будет фотосессия. Не думаю, что я их много буду носить. Ну, кто знает. Что-то придумаю. Как-то что-то смиксую. Для фото, я думаю, будет классно. Вот. И забрала я также свое платье. Такое черненькое. В общем, сейчас вам, наверное, на себе покажу. Потому что так, ну, совсем-совсем неудобно. Оно просто под пояс идет. Сейчас вам покажу. Ой. Не очень удобно. Ткань. Рубчик. Просто под поясок. И вырез. Оно. А, я же вам показывала из примерочной. Вот. Я на него смотрела два дня. Думаю, надо оно мне не надо. Ну, вообще, знаете, как-то с возрастом у меня, я не знаю, я не назову это проблемой. Но я как-то стала более придирчива к покупкам. Я лучше уйду, подумаю и потом вернусь. Если раньше, там, да, еще лет, там, пять назад, семь, я просто гребла все, что видят мои глаза. Да, все, что там необычное, все, что красивое, яркое, блестящее. В общем, а-ля Филипп Киркоров. Ну, в принципе, сапоги это тоже из этой серии. Ну, ладно, пусть будет. Я давно не покупала таких вещей. У меня много базовой обуви, а такой у меня нет. Поэтому лишним точно не будет. Вот. И только потом я делаю покупку. То есть сначала думаю, потом возвращаюсь. Если, как говорится, мое, оно меня дожидается, то я беру. Если я прихожу домой, я понимаю, что да, я хочу, мне надо, у меня такого нет. Вот. Только потом покупаю. Вот. Ну, как-то так. Делали вывод, блядь, с папой со своей. Он, блядь, тоскал, обычно, поэтому хамея было. Оп. Ну что, девочки. Сегодня был тяжелый эмоциональный день. Но закончился он весьма хорошо, потому что я провела с вами прямой эфир. Вот. Еще раз хочу вам всем сказать спасибо, кто был со мной онлайн, кто смотрит эфир в записи. Потому что 44 минуты смотреть эфир — это тоже ваше время. И мне очень приятно. Спасибо вам большое за интересные вопросы, за участие, за то, что вы были со мной, и мы классно провели этот вечер. Я вам хочу сказать, что мне безумно понравилось. Я не жалею, что я вышла в прямой эфир, хотя мне было где-то местами, возможно, не очень комфортно разговаривать с экраном, да. Вот. Не видя, имею в виду, не видя собеседников. Но спасибо вам за обилие вопросов. В общем, я вас обожаю. Вот. Я уже иду спать, и в эфире был интересный вопрос, как вы поднимаете себе настроение. Вот так. Вот видите, я нанесла уже репейное масло на волосы. Вот я так наношу примерно раз в неделю. Сейчас я буду делать гульку, то есть убирать волосы наверх. Она будет слабая, не сильно тугая, для того, чтобы ночью волосы тоже отдыхали. Вот. Я прям по порядкам хорошо проработала. Длину я сегодня не трогаю, потому что завтра я буду делать маску. Вот. На тело я тоже нанесла, уже заговариваю свое любимое масло. Сейчас буду пить чай. Надеюсь, ложиться спать. Включу свою медитацию. Это для меня самый лучший способ расслабления. И хотела вам показать. Сегодня между делом забежала в Елу за губками. Беру такие. Мне абсолютно не парит, что они там разноцветные, потому что я их не храню особо нигде. То есть я в основном для душевой кабины использую, для поверхности. То есть это у меня идет не для посуды. Так. Конечно же, я не могла пройти мимо моих любимейших масок. На банановом полотне взяла, конечно же, с бананом. И взяла такую с ламинго. Это у нас с зеленым чаем. Вот. В Аврору я также запекала за батарейками. Я их не буду показывать. И увидела скидку на свои любимые. Хотела сказать, ампулы, капсулы для проня. Вот. Очень классный запах. Хорошо отстирывают девочки. Поэтому советую. 7,50 выходит капсула. Вот. И также в деле еще обратила внимание на такие вот... Ну, это не капли. Это назальный спрей с морской солью для того, чтобы промывать нос. Меня часто внутри носового прохода сушат. Вот. Поэтому я взяла себе такие попробовать. Они были на полке с биодобавками. Поэтому, ну, посмотрим. Не знаю. Вот. Почему бы и нет. Где-то я уже коробочку оставила. Где-то их унесла уже. Вот. Так что такие дела. Ну что, девочки, всем доброе утро. У нас сейчас уже началась неделя онлайн-образования. Вот. Поэтому в школу мне вставать прям в 6.20 не нужно. Я встаю теперь в 7.30. У меня есть часок поспать. Вот. Что очень меня радует. Все-таки есть маленькие положительные моменты. В этом все. Ну, если, конечно, искать. Я сейчас сделала себе маску для лица. Сделала вот такую. Я вам уже ее показывала. Я ее обожаю. Видите, она у меня закончилась. Я ее разрезала. Всегда так делаю. Ну, конечно же, если мне нравится продукт внутри. Это у нас маска с цинком. Отбеливающая. С оксидом цинка. Очень классная, девочки. Обязательно попробуйте. Она бюджетная. Стоит там где-то около 200 гривен в Еве. Очень классная. Я ее увидела у блогера в рекомендациях. И решила попробовать. Причем не пожалела. И на волосы нанесла такую вот масочку. Тоже бюджетная. Но очень классная. Кератин. Доктор Сантос. Органы. Именно вот это. Там есть очень много. Есть с кокосом. Вот. Есть там еще какая-то. Но крутая вот эта. Мне посоветовала подружка. У которой очень длинные волосы. Длиннее, чем у меня. И они у нее действительно очень красиво блестели. Когда мы увиделись. Вот поэтому я и спросила. Ее маску. Она мне посоветовала. Тоже стоит там. В Вроре, кстати, ее можно приобрести. Там что-то гривен за 100. Вообще цена шара. Так что любые такие продукты, которые стоят дешево, работают на все 100. Вот. Там у меня на фоне машинка, робот-пылесос. В общем, все как обычно. Сейчас бегу пить кофе. Писать свой дневник самопрограммирования. Я рассказывала о нем в эфире. Немножко, конечно, сбивалась с мыслей. Но вы уж меня простите. Это мой первый прямой эфир. Вот. Простите, если я не ответила на все ваши вопросы. Возможно, сделаем даже сегодня. Я его не знаю. Посмотрю, как у меня по времени. Потому что мне понравилось с вами общаться. И, судя по комментариям, вам со мной тоже. Ну что, девочки. Я уже готова ко сну. На часах 2 часа ночи. Вот. Я только вымола полы. Подготовила дом к завтрашнему дню. Искупалась сама. Нанесла все свои баночки, скляночки. Расчесала волосы. Вот. И сейчас уже наконец-то буду идти спать, наверное. А еще почитаю немножко перед сном. Буквально пару страниц. Хотела вам показать. Забрала сегодня из почты свои духи. Такие вот. Очень их люблю на осень-зима. Вот. Это отлично в формате ролика. Это сумочный вариант. Вот. Еще планирую заказать зелинский черный перец. Я всегда им пользуюсь. Именно осенью-зимой. Мне очень нравится. И такой формат. Классно подходит. В машину, в сумку. В общем, классный. Я его, кстати, сначала не понимала. А потом как? Поняла. Вот. Смотрю на себя. Думаю, что с моими глазами. А потом вспомнила, что я накрасила их сывороткой. Для восстановления. Девочки, вспомнила про свой бюстгальтер от Victoria's Secret. Который я не одевала. Не носила. Вот. Такой красивый зеленый. И знаете, в чем прикол? Здесь очень красивые лямки. Они бархатные. Тут тоже очень удобная чашечка. Видите? Такой прям очень классный материал. Тут кружавчик. В общем, как-то я про него вообще забыла. Сейчас вот срезала этикетку. Девочки, показываю вам свою покупочку. Такой вот свитерок. Смотрите, какой он необычный. Он с кружевом. Я такого никогда не видела. И как только я его узрела, так скажем, я сразу же его взяла. Вот. Видео из примерочной забыла вам снять. Вот. Но я думаю, в принципе, я вам потом надену, покажу. Очень классный. Сначала я такая думаю, блин. Может, как-то этот лишний, а потом думаю, нет, он смотрится весьма необычно. Поэтому у меня есть зеленые полусапожки, зеленая подошва, зеленая куртка. И он будет смотреться мега круто, мега стильно. Я обожаю, когда обувь внизу соответствует одежде сверху. Там свитер, куртка. Вот. Так что да. И купила такое вот платье. Сейчас это тренд. Ну, вообще не сейчас, а вообще это такой осенний цвет, такой бордово-винный. Вот. Я бы сказала, вы знаете, этот размер XL. Фу, XL. XS. Вот. Я тут уже срезала бирку. Смотрите. XS. Вот. И мне это порадовало, что я влезла в него. Ну, как бы оно тянется, понятное дело. Но оно не смотрится, да, там, что оно мне мало. В общем, очень приятная ткань. Вот. У меня был похожий свитерок когда-то. В общем, решила взять. Так что сегодня у меня такие вот тепленькие весьма покупочки. Сейчас закину в леноре, простираю свитерочек. Вот. Думаю, будет очень ароматный, вкусный. Ну, и платьичко, конечно. И тут у меня девочковые девайсы. Мои любимые. Я вам всегда показываю. И решила вернуться к дискриту. Вот. Потому что своих я не нашла для тинейджеров. Как-то их сейчас нет зелененьких. Вот. Поэтому такой расходник купила в Еве. Ну, в общем, вот так вот. Вышла за хлебом.